Подходит к завершению работа по формированию городского бюджета. И уже сегодня определенно можно сказать, в этом году самоуправление продолжит реализацию существующих и новых муниципальных программ. Об этом свидетельствуют и финансовые показатели. Один из них – это поступление в казну подоходного налога с населения. В 2019 году он был перевыполнен на 4 миллиона 300 тысяч евро. Это очень большая добавка, которую мы не истратили в 2019 году и которая сейчас переходит в наше распоряжение в 2020 году. Кроме того, из государственного бюджета, учитывая все плюсы и минусы, что они нам дали и что забрали, все равно дополнительно приходит чуть больше 2 миллионов. То есть всего 6 миллионов 300 тысяч евро – это большие деньги, которые можно тратить и выбирать те проекты и программы развития, которые будем реализовывать. Безусловно, 2020 год запомнится реализацией масштабных проектов. Один из них – это строительство сетей водопровода и канализации в микрорайоне Юдовка. Мы считаем, что проект, безусловно, должен быть реализован, но его реализация не должна ложиться на тариф всех пользователей водоснабжения и канализации. Поэтому ту часть проекта, которую не финансируют европейские фонды, а это строительство водопровода. Значит, надо изыскать деньги и в городском бюджете. Реализация проектов на территории Даугеплской крепости, модернизация инфраструктуры дошкольных и учебных заведений, работа над проектом по созданию в Даугеплсе концертного зала имени Оскара Строка. И это неполный перечень запланированных работ на текущий год. Концерт – это зал Строка. Уже много чего сделано. Завершен эскизный конкурс. И в следующем году, конечно, техническую документацию надо разработать, заказать проект, чтобы через год уже можно было бы думать о начале строительства. И мы были бы готовы к тому, чтобы пользоваться любой возможностью, привлечь финансирование из других источников. Говоря о развитии городской спортивной сферы, Янис Лачплесис отметил, что одним из важных проектов этого года станет строительство современного тира на улице Стацияс. Кроме этого, в 2020 году самоуправление приступит к рассмотрению вопроса о строительстве в микрорайоне «Новые стропы» 50-метрового бассейна под открытым небом, впоследствии который мог бы стать местом для тренировок профессиональных спортсменов и местом отдыха для жителей гостей города. В бюджете 2020 года будет предусмотрено финансирование и на приведение в порядок муниципальных квартир, которые выделяются детям-сиротам, чтобы впредь не возникало таких ситуаций, когда жилье выделено, а жить там невозможно. Думаю, что если мы даже удвоим финансирование денег на ремонт этой квартиры, это не то, что мы не можем себе позволить. Вопрос надо решать один раз сразу и начиная уже с бюджета 2020 года. В этом году самоуправление продолжит финансировать такие программы, как бесплатное питание школьников, поддержка детей в дошкольных учреждениях, бесплатный проезд в общественном транспорте для сеньоров и учащихся общеобразовательных учреждений, а также оказание социальной помощи жителям города. Ни одна из этих программ закрыта точно не будет. Уже в ближайшее время депутаты Городской думы приступят к рассмотрению проекта бюджета на 2020 год. Утвердить главный финансовый документ самоуправления планируется в этом месяце. 3 января в истории Дауглеплса – значимая дата. В этот день, в 1920 году, на востоке страны началась совместная военная операция латвийской и польской армии под кодовым названием «Зима», в рамках которой город Двинск был освобожден от большевиков. Спустя 100 лет 3 января в Дауглеплсе прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилею этого важного события. Они начались с возложения цветов к кресту на Слободке. Здесь покоится прах 237 польских солдат, павших в боях за освобождение Латгалии. Почтить память павших воинов приехали представители правительства, государственные персоны, представители Министерства обороны, национальных вооруженных сил Латвии и Польши, дипломатического корпуса, руководство Дауглеплской городской думы и других самоуправлений Латгалии, а также горожане. В своем обращении к присутствующим мэр городской думы Андрей Элксниш подчеркнул, что освобождение Дауглеплса, Краслова, Прейля, Резакна и Латгалии в целом от большевиков сплотило жителей Латвийской республики и стало заключительным этапом борьбы за свою независимость. Историю необходимо знать и об истории необходимо говорить. 3 января 1920 года Дауглеплс был освобожден, и это, по сути, сыграло одну из ключевых ролей для последующей независимости Латвийской республики. Именно после освобождения Дауглеплса, именно после освобождения Латгалии было возможно собрание Конституционального собрания Латвийской республики и становление Латвии как независимого государства. В этот же день в Дауглеплсе состоялось открытие мемориальной доски на здании городской думы, посвященной тем событиям. Посол Польши в Латвии Моника Михалишин подчеркнула, что, несмотря на различные исторические перипетии, сегодня Польша и Латвия являются независимыми государствами, объединенными прочной дружбой. Невозможно смотреть на день сегодняшний без учета исторического контекста. Действительно, борьба за Латгалию и победа над большевиками была важна для безопасности, сохранения и укрепления независимости Латвии и Польши, которая нами была завоевана во времена Первой мировой войны. Это самый важный момент, который позволил нам строить и развивать свои государства. А с другой стороны, мы доказали друг другу, что в случае необходимости можем пролить кровь друг за друга и можем рассчитывать на взаимную поддержку. Следует отметить, что впервые памятная доска была установлена на фасаде мэрии Даугуплса 4 января 1920 года. Но в 1940 году, после прихода Красной Армии на территорию Латвии, она была уничтожена. Следует отметить, что бои за освобождение Латвии начались на Западе. Когда латвийской армии удалось разгромить армию Бермонта и освободить Курзаме, появилась возможность начать освобождение Латгалии. Вся территория Латвии была освобождена до февраля 1920 года. Индивидуальные счетчики, определяющие, какой объем воды потребляется в каждой квартире, установлены практически во всех многоэтажках, находящихся на обслуживании ПЖКХ. Исходя из данных, которые каждый месяц владельцы собственности предоставляют управляющему, и начисляется сумма оплаты за полученную услугу. И все бы хорошо, но зачастую показатели квартирных счетчиков не совпадают с домовым водомером. В ноябре 2019 года правительство утвердило новые поправки в правилах Кабинета министров-1013. Какова теперь методика расчета оплаты за неучтенку? Вариантов несколько. Если ранее, последних 6 лет, неучтенная вода начислялась на количество квартир в доме в равных долях, то сейчас правила позволяют собственникам квартир сделать решение и выбрать определенную методику. По-прежнему в равных долях, пропорционально потреблению, как было до 2013 года, пропорционально среднему потреблению за 3 месяца, на количество декларированных персон в квартирах или пропорционально мыслимым долям, то есть площади квартир. До момента, пока дом не выберет методику начисления, решение принимает управляющая компания. ПЖХ выберет ныне действующий вариант в равных долях. Какую из этих моделей выбрать, должны решить собственники квартиры на общем собрании дома. Следует отметить, что в ныне действующих правилах также определены и квартиры, на которые в первую очередь будет распределяться неучтенная вода. Так в зону риска попадают те, кто не является ответственным и добросовестным хозяином. Это те квартиры, кто не сдает 3 месяца подряд показания, как минимум 3 месяца. Кто не установил или вовремя не поменял счетчики. Если установили счетчики с нарушениями нормативных актов, если повторно не позволили проверить счетчики, но при условии, что их письменно предупредили за неделю, то надо дважды не отреагировать и не пустить контролеров проверить счетчики. Либо во время проверки обнаружилось, что нету пломбы, пломба повреждена, либо на счетчик оказано механическое воздействие. С 2019 года ПЖКХ начал устанавливать на счетчиках пломбы нового образца с маркировкой предприятия. Кроме этого, производится и фотофиксация выполненных работ. Новые изменения в правилах определяет потолок при начислении оплаты за неучтенку. В Дагу, пылся в домах, где обеспечивается подача холодной и горячей воды, это 7,5 кубов на квартиру, а в домах, где подается только холодная вода, 4,5 куба. ПЖКХ делает все от себя зависящее, чтобы жильцы не попали в категорию штрафников. Уже с прошлого года в информационном поле счетов ПЖКХ сообщает своим клиентам о том, когда им нужно поменять счетчики, а также о том, что сроки верификации истекли, и другую важную информацию. Обращаем ваше внимание еще на одно изменение в правилах 1013. Речь идет о начислении оплаты за вывоз бытовых отходов. В частности, если в квартире никто не задекларировано, то теперь за вывоз мусора все равно придется заплатить из расчета на одну персону. Заниматься искусством все равно, что дирижировать оркестром. Такое определение своей профессии, своему главному увлечению в жизни некогда дал даугопилский художник и конописец-реставратор Григорий Михеев. Он ушел из жизни на взлете, и сегодня его картины рассказывают о том, каким он был человеком – любящим, скромным, открытым, глубоким. В этом в очередной раз смогли убедиться горожане, которые пришли в Копелский краеведческий художественный музей на открытие выставки картин Григория Михеева «Память». Инициаторами ее создания изначально выступили близкие друзья художника. Он, правда, был добрым человеком, отзывчивым человеком. Он действительно такой, который открыт. Он открыт для разговора, открыт для работы, для сотрудничества. И для меня этот человек тоже очень интересен. И это, наверное, действительно одно из богатств нашего города. Представленные на вернисаже работы отражают разнообразие творческих жанров, в которых работал Григорий Михеев. Это и пейзажи, и натюрморты, портретная живопись, наполненные христианской символикой картины. Его работы излучают свет, тепло, радость. В них нет негатива. Художник предлагает зрителю придаться размышлению наедине с самим собою. Очень радостно сегодня находиться здесь, на выставке Григория Михеева. Единственное, что огорчает, что его уже нет вместе с нами. Он из тех художников, без которых Дагуэплз был бы иным. Он работал в разных жанрах, но я его еще знала как великолепного мастера по изготовлению рам для картин. Я приглашаю всех посетить эту выставку и получить истинное наслаждение. Для палитры Михеева характерны чистота и конкретность цветовых решений. Черное солнце – это отличительный знак, так сказать, автограф художника. Какой смысл он вкладывал в этот символ? Для кого-то это предупреждение, а для кого-то третий глаз. Он и говорил, я не художник. И он этим хотел сказать, что он идет глубже. Ему неважно, может, как сильно, даже участвовать в выставке, что он смотрит больше такие какие-то ценности. Так как он связан был с старобрядчеством, он очень глубоко изучал эту тему иконы. Сам и реставрировал, и учил других реставрировать. Потому сказать, что он, скажем, только такой долгопылский художник – это было бы очень узко. Для меня лично он всегда связывается с золотым цветом. Потому что его в картинах присутствует золотой цвет, и он сам всегда считал очень важно то, что человек делает руками. И у Геры и правда были такие золотые руки. Есть работы, которые легко давались, а есть работы, которые он, наверное, писал, может быть, год, если не больше. Порой нужно собраться, так сказать, с мыслями, чтобы что-то выдать из себя. Поэтому даже была мысль о том, что он не называл себя художником. Вам-то он рассказал секрет своего «Черного солнца»? Я так же буду увиливать. Сказал? Каждому свое. Тот, что увидит в этом «Черном солнце», то и увидит. Это правда, что это третий глаз? Кому-то он сказал, что это третий глаз. В Даугоплском краеведческом и художественном музее выставка картин Григория Михеева продлится до 26 февраля. События недели выходят при поддержке Даугоплской городской думы.